добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить об истинных признаках мужественности настоящий мужчина знает свое призвание одна из самых пагубных вещей которые сегодня наблюдаются в обществе особенно среди молодежи это непонимание зачем мы живем я проводил опрос среди молодых людей и задавал один и тот же вопросик абсолютно всем кого я встречал это длилось определенное количество времени я думаю месяцев 67 зачем ты живешь чем твоя цель каково твое призвание где ты будешь учиться и так далее и вы знаете почти на все вопросы я слышал один стандартный ответ я не знаю почему это происходит потому что мы перестали думать об этом по какой то причине мы передали вот эту функцию думать о своем будущем либо нашим родителям либо нашим руководителям либо каким-то другим людям вождям там и так далее когда мы с вами думаем о своем будущем когда мы с вами хотя бы вот знаете просто остановимся и хотя бы на минуточку задумаемся зачем мы живем нам либо станет страшно либо весело потому что когда мы с вами задумываемся на эту тему в обязательном порядке видим либо впереди туман либо пропасть потому что цель жизни определяет не только найти вот куда мы идем а и как мы это делаем в какую сторону мы направляемся если цель твоей жизни это обогатиться стать самым богатым то конечно же у тебя один набор жизненных ценностей если твоя цель это стать врачом и спасать людей ты живешь совершенно по-другому и даже два врача обладающие разными целями в жизни будут жить совершенно по-разному очень часто глядя на людей которые мечутся из угла в угол берутся за одно бросают потом берутся за другое и это кидает ты понимаешь что этих людей нет цели в жизни когда ты видишь человека который может быть и настолько успешен но он целенаправленно невзирая на и на проблемы невзирая на неудачи невзирая на противодействие продолжают год за годом двигаться в определенном направлении ты задаешь вопрос почему он это делает однажды один из моих врагов человек который меня ненавидит искренне и достаточно откровенно говоря это не только мне и публично объявляя через там десяток даже может быть больше лет после того как он начал со мной войну он сказал одну фразу которую мне передали другие люди может быть мы и не правы в отношении этого человека потому что несмотря на то что мы настолько сильно против него действуем он продолжает служить он продолжает двигаться в ту же сторону в которую он и двигался и к слову сказать этот человек он бросил свою церковь он бросил своих людей он бросил свое призвание и сегодня невзирая на то что ему далеко за пятьдесят ищет себя в чем-то новом это говорит о том что он не обладает мужественностью в той мере в которой должен был настоящий мужчина друзья он знает зачем он живет настоящий мужчина перед тем как сделать шаг в каком бы то ни было направлении останавливается и начинает думать если он верующий человек он начинает молиться искать ответы у бога для чего я живу и поверьте это то во что стоит потратить свою жизнь небольшой кусочек жизни подумать зачем ты живешь настоящий мужчина не хочет предпринимать действий принимать решения и тем более совершать определенные проекты пока он точно не будет знать зачем он живет и так один из признаков истинной мужественности состоит в том что настоящий мужчина он знает свое призвание призвание